Давайте сейчас прокомментирую немножко литературу. Во-первых, вот посмотрите, совсем недавно вышла статья в Известии Академии Наук. Обращаю ваше внимание, это большая статья для статьи в таком журнале, как «Известия Академии Наук». Вот такая большая статья говорит о том, что тематика востребована и, как называется, конструкции семей струкмерных многогранников, характеристические фрагменты фуллеренов и многогранники Погорелова. Возник новый термин для вас. Многогранники, понимаете, я говорю, Платон, Архимед, а вот здесь мы ввели понятие Архимедовича Погорелова. Вот мы с ним сидели в одном кабинете, вместе работали с величайшим межгеометр, который относительно недавно умер. Но он первый предложил изучать многогранники в пространстве Лубачевского, такие, у которых грани, которые имеют общие ребро, сходятся под прямым умом. И в честь Погорелова мы ввели этот термин. Такого термина не было. Почему? Потому что раньше это рассматривалось как замечательная задача в глубоке геометрии. Но когда мы увидели, что это намного выходит за рамки просто геометрии, мы предложили такой термин. И теперь, вот есть, повторяю, Платонова тела, есть тела Архимеда, мы предложили термин многогранники Погорелова. А вот наша статья с Колей Яраковцем в журнале «Структурная химия». Кстати, тоже 17-й год. Смотрите, конечного множества операций достаточно, чтобы построить любой фулерен, стартуя с С-20. Понятно, да? То есть фулерен, у которого 20 решений, 20 лет. А вот книжка, которую я вам неоднократно рекомендовал. Она переведена на русский язык. Лорд, Маккей, Ранганатан. Новые геометрии для новых материалов. Интересно, что вот эта наша статья опубликована не просто в журнале «Структурная химия», а в юбилейном журнале, посвященном 90-летию Маккая. Дальше. А вот уже то, что я говорил. Вот эндокрота, вот та самая операция, которую разрезали, можно узнать из журнала физической химии. Видите, образование углеродных нанослоев. Обратите внимание. Известие Академии наук, математика, структурная химия, физическая химия. А вот, пожалуйста, журнал «Поштенгвальджорнов алгоритмов», потому что это именно IT. Конструктивное перечисление фулеренов. Правда, я хочу сразу сказать, что это не для суперкомпьютеров. Потому что там требуется соответствующие средства. А вот та самая монография, которую я написал со своим учеником, Тарасом Пану, называется Торик Тополыч, она опубликована американским математическим обществом в серии «Математические обзоры и монографии». Дело в том, что у нас до этого существовала наша книга на русском языке. Но когда шел такой поток новых материалов, новых связей, мы ее существенно расширили. Вот издали на английском языке. Дальше. Ну, это уже конкретная информация, которую можно подчеркнуть. Вот хочу обратить внимание у вас специально на книгу. Называется, как бы, фэшн, праздница в честь Тамары. Это знаменитая из Аферса Берглауса опубликовала в серии «Прогресс и Математикс». Почему мы... Знаете, в такие сборники просто нас пригласили. Вот я со своим учеником Володиным там написал. О чем идет речь? Опять-таки, в IT всем вам известна алгебра Буля, логический алгебр. Логический алгебр Буля, они связаны с кубическими решетками. Вот оказывается, много лет назад математик Камари предложил существенное обобщение этих самых булевых алтов. Это было давно. Когда исполнилось ему сто лет, люди вдруг поняли, что вот он заложил фундаментальные результаты, которые оказались важными для самых разных областей. Поэтому, кто из вас эту книгу посмотрит, вы увидите, что видите, как у нас все цедры, решетки Тамари и связанные структуры. Это вот есть обзор в успехах Мишель Деса, и вот это его ученик, где тюркские речи. И Михаил Иванович Штобрин, это тоже живая легенда, это сотрудник нашего института математичного стеклова. Недавно мы ему отметили 80 лет. Он работал вместе с Деланой. Может, вы слышали, это классик нашей геометрии Деланой. Это его ученик, который вошел в историю тем, что было известно в штане, который был упущен в литературе. Он, конечно, много другого, что получил. Вот когда мы отмечали его юбилей, мы это отмечали. Ну и так далее. Этот журнал. В этом журнале, значит, структура Кекуля. А вот здесь очень интересно. Смотрите. Компьютер Ассистен Круфов. В общем, короче говоря, сейчас есть такие замечательные результаты, которые уже математик не может доказать стандартными методами. Он использует технику. Это, понимаете, компьютер Ассистен. Это тоже новое направление, когда вы работаете не только как математик. Вы еще создаете такую среду, которая позволит вам применить возможности современных компьютеров для решения математической задачи.